Административный контроль Главврачу БСМП дали два дня на решение проблемы в поселке Мегет. Вечная память героям войны. Это люди стойкие, люди, которые честно выполняли свой воинский долг. Слава им, слава воркутянам и за тем, кто защищал нашу ленинградскую землю. В Ленинградской области открылся обелиск в память о сибиряках, погибших при обороне города-героя. Что запасли на зиму? Нужно однозначно переходить на технологии, которые нам гарантируют приличную урожайность. Сельхозпроизводители подвели итоги уборочной кампании. Здравствуйте! В эфире телеканала «Актиз» информационная программа «Местное время» в студии Анны Дергалсова. Экстренное заседание было созвано в окружной администрации. Поводом стала гибель молодой женщины в поселке Мегет, которая не дождалась скорой помощи. Трагедия вызвала в поселке волну возмущений и вскрыла серьезные проблемы в организации медицинской помощи. Какие именно и можно ли их исправить, расскажем в сюжете далее. Народное волнение в Мегете не утихает. Жители обеспокоены тем, что в случае необходимости медицинская помощь к ним приедет слишком поздно. Дело в том, что в поселке уже несколько месяцев закрыт круглосуточный пункт скорой помощи. Здание, где они располагались раньше, передано в частные руки. Аренда высокая, а другого помещения нет. У нас одна скорая медицинская помощь ангарского городского округа, как я уже сказал, в составе 20 бригад. Это всего лишь выдвижной пост на территорию, который предназначен для обслуживания жителей поселка Мегет, близлежащих километров трассы Р-255, ну и прилегающих поселков Ударник, Стеклянка, Шарон и так далее. Главный врач БСМП получил распоряжение, по которому обязан организовать пункт скорой помощи в Мегете уже к 25 октября. Соответствующий документ поступил из регионального министерства здравоохранения. Как выяснилось, подобное требование Борис Басманов уже получал, вот только не выполнил. Во-первых, это вопрос возник летом. Мы получаем от замминистра в июле месяц ответ, что вам уже дано поручение обеспечить полосудочную работу бригады. Что же мешало попросить у администрации написать письмо, которое мы получили 17 октября? Что же помешало раньше с первой городской больницей созвониться? То есть, если мы хотим с вами решить вопрос, мы знаем здравоохранение, мы работаем с населением, мы информируем, как правильно оказывается помощь. И не возникло до сегодня вот этих острых ситуаций. В центре внимания поселок Мегет оказался на прошлой неделе после смерти молодой женщины. Напомним, Ольга Трескина возвращалась из гостей и ей стало плохо. Приезда скорой помощи она не дождалась. По словам Бориса Басманова, он знаком с заключением судебно-медицинской комиссии. Однако озвучивать его ему не позволяет врачебная этика. Главный врач больницы скорой медицинской помощи продолжает настаивать на том, что экипаж медиков приехал быстро, за 19 минут. Однако местные жители утверждают обратное. По их словам, медики прибыли в поселок спустя почти час. Но надо признать какую-то хотя бы свою неорганизованность в плане вот этой работы, Борис Басманович. И потом, сегодня из города, не одна скорая, но в городе сегодня бывают превышения. Мы с Аватеревкой недовольны, потому что это все подчас больше идут. И нужно подставлять пост выдвижной, ближе к квартальской части города, о чем мы всегда говорим. Сегодня жители Мегета ждут депутатов Думы, представителей власти и медиков к себе в гости, где обсудят вопросы с организацией пункта скорой медицинской помощи в поселке. И, возможно, поставят точку в решении данной проблемы. Ирина Шавлюк, Дмитрий Швецов, Местное время. О происшествиях. Сотрудники отдела розыска ГУФСИ накануне задержали беглых преступников. Напомню, 20 октября двое осужденных сбежали из колонии-поселения ИК-15 в Ангарске. Проворов и Урвачев находились без охраны и самовольно покинули исправительное учреждение. Незамедлительно их объявили в розыск. Накануне в районе 6 часов вечера их задержали на съемной квартире в Октябрьском районе Иркутска. Сопротивления они не оказывали. Вопросы системы образования Ангарского городского округа обсудили сегодня на очередном заседании Думы. С докладом выступила начальник управления Лариса Лысак. Так, в Ангарске удалось сократить очередь в дошкольные учреждения детей до трех лет. Сейчас в очереди находится 3281 ребенок. Это при том, что количество детей до шести лет в Ангарске по сравнению с прошлым годом выросло на 2500. Мы предоставляем возможность родителями с двух до трех лет также посещать наши образовательные учреждения. Поэтому в этом году дети, которые были в очереди, считай, до сентября месяца были устроены все в дошкольные образовательные учреждения. Мы делаем мониторинг ежемесячно и по итогам мониторинга предоставляем на освободившиеся места эти места детям из нашей очереди. Еще одним немаловажным вопросом является перевод школы Ангарска на обучение в одну смену. Частично этот вопрос был решен в этом году с открытием школы в микрорайоне Китай. Теперь все ждут окончания строительства образовательного центра в седьмом микрорайоне. Продолжаем программу «В памяти и в сердце». В Ленинградской области открылся обелиск в честь сибиряков, погибших во время Великой Отечественной войны. Это уже второй мемориал, где запечатлены имена жителей Иркутской области. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Сергей Левченко. На камне из черного мрамора Байкал и орден Великой Отечественной войны первой степени обелиск посвящен сибирякам, отдавшим свои жизни при обороне Ленинграда. Монумент, изготовленный иркутскими скульпторами, теперь стал частью аллеи памяти и славы мемориального комплекса «Синявинские высоты». Ленинградцы, уважаемые земляки, все присутствующие, мы все вместе с вами выполняем великий долг перед теми, кто сохранил нашу страну. Мы живем далеко от Ленинградской области за 5000 километров, но мы считаем, что это наша родная земля. И мы имеем на это полное право, потому что многие наши земляки, когда родина позвала их в бой, когда позвала их на смерть, пошли и нисколько не сомневались, что они могут отдать свою жизнь и здоровье за эту землю. Не знаю, как у вас, у меня на душе сегодня особое чувство, которое, наверное, ни с чем не сравнить. Эта земля еще помнит кровопролитные бои. Именно здесь была прорвана блокада Ленинграда. Историки до сих пор не могут назвать число погибших здесь советских солдат. По разным оценкам, потери составили от 300 до 800 тысяч человеческих жизней. Среди них и жители Иркутской области. Сибиряками плечом к плечу воевал Вячеслав Панфилов. Фронтовику 94 здоровье подводит, да и силы уже не те. Но заложить две гвоздики в память о боевых товарищах для него – священный долг. У меня было очень много, вроде было 30 лошадей, 35-36 лошадей. И в них ездовые были большинство сибиряки. В том числе я по памяти помню, был такой фарафон, в котором было в то время 41 год. И это люди стойкие, люди, которые честно выполняли свой воинский долг. Слава им, слава воркутянам и тем, кто защищал нашу ленинградскую землю. Спасибо. В окрестностях Синявинских высот до сих пор находят следы боевых действий – гильзы, солдатские противогазы, воронки от снарядов. Здесь открывают и другие находки останки советских солдат. На раскопки каждое лето при поддержке областного правительства отправляются десятки студентов из Иркутской области. В прошлом году волонтеры поисковых отрядов при Ангаре обнаружили в ленинградской земле семерых воинов. Героев с почестями похоронили в братской могиле на мемориальном комплексе «Невский пятачок». Его ансамбль в декабре 2017-го дополнил обелиск павшим сибирякам. К другим темам. Сегодня в Иркутском Сибэкспоцентре открылась выставка «Агропромышленная неделя». Ежегодно она объединяет ведущих сельхозпроизводителей, а также пищевые и перерабатывающие компании региона. Форум позволяет оценить потенциалы и перспективы развития сельского хозяйства Иркутской области, а также существующие инновационные технологии для модернизации сельского хозяйства. На открытии присутствовали представители администрации городов и районов, депутаты разных уровней и представители регионального правительства. Одна из главных задач – увеличение эффективности сельского хозяйства и господдержки. Ну и, конечно, если мы думаем, встраивается в глобальный рынок, мы должны думать, а как мы можем конкурировать на внешнем рынке. Соответственно, вопросы экспорта выходят на первое место сегодня. И сегодня в рамках указа президента 204, в рамках нацпроектов, одна из главных задач в целом для России – увеличение объема экспорта к 2024 году в объеме 45 миллиардов долларов США. Это более чем в два раза. Соответственно, те же самые показатели и для Иркутской области. То есть мы должны прирасти в два раза вот за эти пять лет. Программа выставки включает также знакомство с новинками рынка, круглые столы, дегустации в числе актуальных вопросов развития в регионе мясного животноводства, применение жидких минеральных удобрений и расширение каналов сбыта для местных товаропроизводителей. Ну а в Ангарском округе урожай 2018 оказался несколько ниже, чем в прошлом году. Такие итоги подвели наши сельхозпроизводители. По итогам уборочной кампании было заготовлено около трех тысяч тонн зерна, двух тысяч тонн картофеля и еще полтонны других овощей. По словам начальника отдела сельского хозяйства Владимира Самчука, причиной снижения урожайности стали погодные условия и недостаток влаги. Мы из всего этого сделали вывод. Нужно однозначно переходить на технологии, которые нам гарантируют приличной урожайности. А это поливные земли. Сейчас появились микротехнологии по капельному поливу уже не в помещениях, не в закрытом грунте, а в открытом. Один гектар стоит порядка 140 тысяч рублей. У нас есть все условия. Это, во-первых, водоем. Вот откуда можно забирать воду. Переход на современные технологии по планам отдела сельского хозяйства может увеличить сбор урожая в три раза. Свежий выпуск газеты «Ангарские ведомости» выходит в среду и сейчас коротко об основных темах издания. В этом выпуске газеты «Ангарские ведомости». В Мегет вернется стационарный пункт скорой помощи. В поселке прошел народный сход по теме медицинского обслуживания. Почему в Ангарске нет освещений на центральных улицах? Корреспондент газеты посчитал негорящие лампочки. Сколько средств из бюджета потратили на садоводство и что на эти деньги сделали? Как поступить, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными? Можно ли наказать виновных? «Ангарские ведомости» выходит по средам, распространяются бесплатно. И таковые основные события дня. Напомню, что подробную информационную картину вы, как всегда, можете найти на нашем сайте. Всем доброго. До свидания.